Мой двор, мой дом и мне должно быть уютно в нем. В Чебоксарах уже несколько лет реализуется муниципальная программа по благоустройству дворовых территорий. Ремонтируется дорожное покрытие, строятся парковки и спортивные площадки. Что сделано в этом году и какие дома могут принять участие в этом проекте. Обо всем этом подробнее прямо сейчас. Последние пять лет основным критерием получения субсидий на ремонт дворовых территорий было лишь количество населения, которое проживает в муниципалитете. Сначала деньги выделяли из федерального бюджета, позже из республиканского. В этом году механизм распределения денежных средств также изменили. В расчет включили шесть показателей. Численность населения, количество домов, дворовых площадок и подъездов, которые не отвечают требованиям, а также их площадь. В июле столичная администрация провела аукцион и выбрала подрядчиков на выполнение ремонтных работ. Замена дорожного покрытия идет во всех районах Чебоксар одновременно. Причем новый двор жители получают буквально за сутки. Строительная техника работает четко и слаженно. В этом году в рамках программы развития транспортной системы города Чебоксары отремонтируют 134 дворовых территорий. Мы планируем завершать эту программу. Конечно, в планах есть за три года завершить благоустройство остальных дворовых территорий. Реализация данной программы позволяет улучшить качество жизни наших горожан. Это задача вообще в целом власти. Жители города Чебоксары и республики заметили, наверное, эффект. За последние пять лет достаточно много сделано. Будет продолжена эта программа. Новые удобные стоянки для автомобилей появятся в 110 чебоксарских дворах. Для жителей седьмого дома по улице Ярмарочное соревнование под названием «Успей занять место на парковке» подошло к концу. Недавно здесь построили стоянку на 19 мест. Раньше по этой дороге с трудом могла проехать одна машина. Теперь же можно не бояться поцарапать соседний автомобиль. До появления парковки, конечно, было очень тесно. Дело в том, что машин очень много. Они ставили около других домов. Вот здесь рядом овраг, почти около оврага даже ставили. Эта парковка нужна именно водителям. Они сегодня очень рады и не нарадуются. За ходом работ следили сами жители, специалисты технического надзора и представители районных администраций. Кстати, с этого года подрядчики увеличили и срок гарантии. Она составляет шесть лет. Конкретно по этому многоквартирному дому, значит, претензий подрядчику нет. Выполнено все в установленных объемах, согласно тех заданиям. В настоящее время из 31 парковочного места уже 29 у нас сделаны. За качество в ответе в этом году впервые специалисты стройконтроля проверяют все дворы. Причем под пристальным вниманием каждый этап ремонта. От материалов для асфальтобетонной смеси до готового покрытия. На финальной стадии делают вырубки асфальта. По ним сразу можно проверить один из показателей толщину. Получилось 8,5 сантиметра. Здесь получается 5 сантиметров верхний слой покрытия, а из них остатки, получается, ямочный ремонт. В данном случае, согласно тех заданиям, подрядчик выполнил все требования. Вырубленные образцы керна отправляют в лабораторию на исследование. Чтобы результаты были верными, весь материал промывают, измельчают, высушивают при определенной температуре и формуют в цилиндры. У каждого свой номер. Спустя сутки специалисты приступают к исследованиям и изучают показатели плотности, прочности, сцепления. Сейчас я ставлю образцы, чтобы узнать водонасыщение. Поставила я образцы в вакуум, закрываю и набираю. Сейчас довожу я давление до единицы, которое должно быть. Благодаря этому испытанию мы узнаем впитываемость асфальтобетонной смеси влаги. Ежедневно здесь проверяют более 10 образцов и выдают соответствующее заключение. В случае, если какие-то параметры не соответствуют ГОСТу, подрядчик обязан за свой счет устранить нарушения. Вплоть до полного среза покрытия. Уже результаты есть. В этом году было выдано порядка 15 предписаний по дворовым территориям. Где-то по 6 дворовым территориям подрядчики уже переделали работы. То есть было уплотнение асфальтобетонной смеси, несоответствующее ГОСТу. То есть уже отфрезерованная и переделана работа. В этом году мы расширили надзорную деятельность для того, чтобы на всех этапах, на всех этапах и там, где в обязательство наше не входило, мы все-таки хотели контролировать процессы. Кроме того, перепроверить подрядчиков. Скрипучие качели, погнутые турники и неработающие карусели. Такие детские площадки в Чебоксарах уже можно пересчитать по пальцам. В этом году новые спортивные игровые комплексы появились еще в 70 дворах. На их установку выделили более 9 миллионов рублей. В этом дворе на школьном проезде ребята могут вдоволь наиграться, родители могут быть спокойны. Оборудование соответствует всем стандартам и нормам. Подрядчики в ответе за качество сборки. То, что площадка есть для детей, это очень-очень-очень хорошее преимущество. Потому что с маленькими детьми где-то надо прогулять, где-то надо развеяться. Чем больше таких площадок, тем будет очень хорошо в городе и для мам, и для детей. Всего на ремонт и благоустройство дворовых территорий, а также строительство парковок из бюджета выделили около 100 миллионов рублей. Для того, чтобы довключили в программу благоустройство, жителям нужно организовать общее собрание собственников, на котором уже принять положительное решение о дальнейшем ее содержании за счет средств уже самих собственников, то есть силами управляющих компаний. В дальнейшем протокол общего собрания, надлежащим образом оформлен, нужно уже передать в администрацию своего района. За годы работы программы отремонтировано более 70% всех дворовых территорий Чебоксар. Центральную дорогу во дворе, там поменяли, потому что там были очень большие дыры. И девушкам на кубаках неудобно, и на коляске постоянно трыгается это все. Споткнуться просто можешь. Около Чапаева, улицы Чапаева, там школа есть, номер не знаю какой. Там поменяли все. Очень хорошо сейчас. Молодцы. Я писала заявку, чтобы нам ямочный ремонт. Мне пришел ответ, что удовлетворят нашу заявку, но до сих пор это ничего не зима. А в каком районе вы проживаете? Энгельца 3, корпус 1. Та программа, которая была вообще ремонт этих дворовых дорог, мы входили не то в 12-13 году, но нам ее не доделали. Сделали. Отличный ремонт. А что поменяли? Все поменяли, поменяли асфальт полностью, как бы сделали, то есть зеленые зоны, то есть облагородили, то есть все хорошо сделали, отлично. В этом году конкретно работ таких не было, кроме текущего ремонта, бордюры покрасили и так далее. А так все нас устраивает. Сделать родной город комфортным и благоустроенным – совместная задача столичных властей и горожан. В будущем году работа продолжат. Уже сейчас начали формировать новые списки дворовых территорий. Это была программа «Об этом подробнее». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин